Привет друзья! Я рад приветствовать вас на канале Капитан Герман И сегодня в нашем видео я хотел затронуть очень большую и комплексную тему В многих комментах вы спрашивали меня, как работают паруса, почему мы используем те или иные паруса И что, собственно, влияет на выбор парусов и так далее Давайте я попытаюсь сейчас вам об этом максимально просто и максимально подробно рассказать Погнали! Я начал делать материал и понял, что рассказ о парусах будет неполный без того, чтобы объяснить, как в принципе ходит лодка И почему ветер ее толкает Поэтому давайте сейчас запасемся нервами Выпуск будет достаточно информативный и может быть немножечко сложный по восприятию Поэтому собираемся, берем себя в руки и начинаем учебу Сейчас будет очень важный момент Давайте рассмотрим с вами, как ветер дует в парусах У нас на лодке есть основное парусное вооружение Это передний парус, который называется Jeep или Head Sail И Main Sail это основной парус, который большой, находится на буме сзади, за мачтой Итак, как они работают? Давайте сейчас мы с вами немножечко посмотрим на графики, на инфографику, которую я для вас нарисовал И на ней я расскажу, как в принципе работают паруса Представьте себе, вы идете на лодке и открыли только основной парус, только Main Что будет происходить, если, скажем вам, ветер дует с левого борта? Лодка начинает плавно разворачиваться против ветра до тех пор, пока не станет в ноль То есть ветер будет дуть ровно в ноль лодки Идем дальше Если мы убираем Main и открываем только Jeep Что будет происходить, если ветер дует с той же стороны? Лодка будет уваливаться по ветру То есть разворачиваться в downwind до тех пор, пока вы не будете идти строго по ветру Итак, мы пришли к тому, что Main у нас приводит, а Jeep нас уваливает То есть у нас получается баланс между разворотом в левую сторону и разворотом в правую сторону За счет этого лодка и двигается вперед Итак, Main Sail, основной парус, большой Еще в русскоязычном яхтинге он называется Grot Этот парус, к нему обычно у меня вопросов никаких нету Это парус, который приводит лодку к ветру То есть при давлении на него лодка поворачивает против ветра Ранее лодки были сконструированы таким образом, что под Main можно было ходить У современных лодок такой возможности нету, потому что лодки ходят в балансе между парусами Поэтому Main это просто рудиментальное название То есть он уже больше не является никаким основным То есть это просто парус, но так как его все уже привыкли называть Grot, Main, он так и остается Main Теперь самый спорный парус, к которому чаще всего бывают вопросы Это передний парус Informal, неформально, он называется Head Sail И большинство яхтсменов его именно и называют Head Sail Если мы говорим более точно То он называется Jeep И все шкоты, которые используются на этом парусе, называются Jeep Shit То есть исключительно шкоты под Jeep Хотя, если даже вы скажете, что мы открываем Head Sail Мы все равно начнем тянуть Jeep Shit То есть нужно это запомнить В русскоязычном яхтинге, внимание, вы знаете, как я к этому всему отношусь И как я это все люблю Этот парус называется Staxel Так вот, Staxel это вообще не тот парус Staxel это второй парус внутренний, который стоит перед передним стеем На переднем обычно стоит Genua И вот второй внутренний и называется Stay Sail То есть Staxel Меня могут поправить, подкорректировать Естественно, написать свои замечания По поводу того, что нет, это же парус, который идет на стее Да, наверное, парус, который идет на стее Это является Staxel Тогда это является у нас первый Staxel, второй Staxel, штормовой Staxel, который, кстати, так и называется Чтобы получить наиболее полную картину На каких углах работают какие паруса Давайте сначала разберемся немного в терминологии И посмотрим с вами, как считаются углы ветра относительно лодки У нас есть ноль Это точка ровно по носу Далее у нас есть диапазон, в котором лодка не ходит Это 30 градусов Далее идем там 31, 32, 35, 40 До тех пор, пока мы не приходим к 90 градусам Это ветер, который дует ровно в бок Сейчас я названиями вас не буду загружать Эта информация несложная Можете сами найти Можете еще сделаю когда-то выпуск Но давайте досмотреть дальше Итак, 180 градусов Это когда ветер дует нам взад Далее 270 Ну, возможно, но не совсем так 270 градусов в лодках не бывает А что бывает? А бывает вот что У нас есть зеленые и красные огни То есть портсайд и старборд То есть у нас ветер идет от 0 до 180 по портсайд И от 0 до 180 по старборд Итого у нас не 270 градусов А 90 градусов по левому борту То есть по портсайду И именно так ветра обозначаются относительно лодки То есть это вымпельные ветра Но сейчас не об этом, собственно, идет речь Итак, у нас есть диапазон от 0 до 180 по портсайд И от 0 до 180 по старборд Красненькое и зелененькое соответственно Итак, мы рассмотрели с вами В принципе основное парусное вооружение Но давайте теперь обратим внимание А если ветра слишком много? Нам нужно уменьшить площадь парусов Поэтому на лодках есть возможность Можно делать рифы То есть на парусах есть такие специальные системы Которые позволяют уменьшить площадь паруса То есть мы уменьшаем каждый риф Порядка 25% То есть 75, 50, 25 И это мы можем делать на мейнсейле и на джиме Давайте сейчас рассмотрим с вами Как технически реализованы паруса на лодке Начнем мы с вами с переднего, с хэтсейла или с джиба Как работает скрутка? Вот это у нас хэтсейл И у него есть фурлинг То есть когда вы открываете парус У вас есть шкоты То есть вот эти веревки, которые открывают, натягивают парус Когда мы его тянем У нас, вы видите, крутится фурлер Он разматывается И разматывается парус И наматывает, соответственно, на бобину фурлинг-лайн Для того, чтобы его свернуть Мы просто за него тянем И обратно сворачиваем весь парус в свернутое положение Следующий мейнсейл Есть несколько основных систем Самая популярная это две системы Первая это когда у нас идет мешок лейзи-беги В который падает сам парус Мы убираем, открываем холи-арт И весь парус опускается вниз в мешок Вторая система это когда парус скручивается в мачту Лично я считаю, что система, при которой парус скручивается в мачту Намного удобнее в плане ежедневного использования Но риски, связанные с этой системой Достаточно велики для офшорного плавания Например, если у вас фурлер заживало внутри мачты Никаким способом невозможно будет скрутить парус И вы будете находиться в очень опасном положении Когда у вас слишком много парусов Слишком большое давление А вы с этим сделать ничего не можете Поэтому большинство яхт, которые используются для офшора Используют либо мешок Либо есть еще такая система, она более старая Когда в парусах идут люверсы И он просто за эти люверсы приматывается к буму И вот таким образом осуществляются рифы Есть еще несколько систем Например, когда у вас бум с V-шейпом И когда у вас нет мешка А просто сам бум имеет такую форму В которой парус падает и в ней находится Следующая система Это фурлинг Это фурлинг, который находится внутри бума То есть сам парус скручивается не в мачту Не вертикально, а горизонтально То есть эта система наиболее удобная Но есть опять же с ней связанные минусы Если угол бума не точный Например, он задран кверху или опущен книзу Вы не сможете вообще свернуть свой парус Поэтому эту особенность нужно знать Если у вас фурлинг в бум Нужно ставить четкое положение бума При котором вы сможете сворачивать парус безопасно Практически все передние паруса сделаны одинаково Стоит фурлинг Фурлинг либо механический Когда идет веревка, как я вам сейчас показываю И она скручивает барабан Есть системы электрические В которых прямо в системе фурлинга вставлен электромотор А есть системы гидравлические Которые систему скрутки обеспечивают масло под давлением И крутит гидравлический мотор Но это обычно используется для лодок достаточно большого масштаба Поэтому все системы фурлинга передних парусов В принципе на всех лодках идентичны Есть старые системы, когда прямо на стей одеваются крючки На которых вешается парус и поднимается на крючках наверх У нас такая система используется исключительно для штормового паруса Для повседневной работы это категорически неудобно Далее у нас есть такой парус, который называется генуя Что такое генуя? Это обычный асимметрический парус Передний парус Такой же как и джип Такой же как и стаксель Просто большой Он заходит за ванты Заходит за мачту Обычно имеет порядка 120% площади от переднего джипа И он является просто большим тяговым парусом из плотной ткани Который одет на переднем стее И это мощный парус Но если у вас стоит генуя Обычно вторым стеем ставят что-нибудь поменьше Который называется стаксель Далее, следующий парус Следующий у нас идет спинакер Или его часто называют кайт То есть парус, который выпускается вперед Поднимается максимально кверху И для использования этого паруса Вам нужна команда Потому что должен быть кто-то, который подойдет к парусу Зацепит за... Господи, сейчас я вам скажу, как это называется по-русски За галсовый угол Зацепит пул Или бум Извините, у меня просто с русской терминологией Я вообще не очень дружу Поэтому и так приходится иногда думать о том, что говорить Такая труба Пул, который вы упираете в галсовый угол Оттопыриваете его в сторону И парус съезжает ровно посредине И вот так вот вы идете на попутных ветрах Но для использования кайта Вам нужна команда Потому что подключать, заводить все это в одиночку вы не сможете Поэтому мы переходим к парусу, который использовать удобно Это генакер Который, кстати, тоже не очень любят называть генакером Его называют асимметричным спинакером Если вы еще не запутались в этих хитроумных названиях И в этом очевидном бардаке, который творится в парусах Компания North Sale решила исправить эту ошибку И это недопонимание Поэтому для спортивных парусов Компания North Sale ввели название Код 1, код 2, код 3, код 25, код 125, код 625 и так далее То есть вот таким вот образом Для того, чтобы не было непонятки Это джиб или стаксель Это тот-то или тот-то Это спинакер или генакер Асимметричный спинакер или генакер Это одно и то же Чтобы вот этой вот каши не было Они придумали вот эти использования Код 1, код 2, код 0 и так далее Итак, код 0 Это парус, который находится спереди За джибом, это самый передний парус Сверху на халер Он цепляется точно на такой На который цепляется спинакер Генакер Асимметричный спинакер В общем, это тот же халер На котором находятся эти паруса То есть это самый наружный парус Обычно он находится на Он ставится на систему фурлинга Такая скрутка, бобина А я вам сейчас ее покажу Вот она Вот такая вот скрутка бобина Здесь снизу находится крючок Который крепится за кольцо Которое находится в силовой конструкции лодки А сюда цепляется, собственно, уже парус Парус находится на таком стее Который сделан из такой прочной-прочной веревки И в случае, если вы идете против ветра Она не так сильно изгибается, как на спинакере Потому что на спинакере ее вообще Этого стея нету То есть на этой веревке Которая сильно натянута Этот парус позволяет ходить Достаточно с острыми углами Порядка 70 градусов Там может даже чуть-чуть острее Смотря как вы его там набьете И смотря какой силы будет ветер То есть этот парус используется Для менее сильных ветров, чем Генуя Кодзеро у нас находится на скрутке Как я вам уже показал Как она работает У вас есть джипси луп То есть петля, которая закольцованная петля Когда вы его тянете Вот увидите, крутится центральная ось Которая скручивает парус Поэтому наш Кодзеро имеет скрутку То есть мы его просто скручиваем Как обычный джип Просто через петлю Вот эту вот систему фурлинга С веревками, которые идут джипси луп Или Кодзеро фурлинг И таким образом у нас скручивается Кодзеро Для асимметричного спинакера У нас используется другая система Такой большой чулок Который мы сверху одеваем на парус Этот парус заходит в чулок И таким образом мы его собираем внутрь И потом снимаем Если с парусом Кодзеро Его еще в теории можно тащить на лодку Спереди скрученным То большие паруса Такие как генакер Мы обычно заваливаем на палубу И вот друзья Особенно владельцы лодок На которых установлена система Кодзеро Моя вам рекомендация Запомните пожалуйста Это очень важно Всегда убирайте Кодзеро С его штатного места Потому что бывает такое Что люди считают Что этот парус можно совершенно спокойно носить Да, это выглядит так Как будто его можно совершенно спокойно носить Но если раздувает То ваш передний джип При скрутке начинает в себя Затаскивать Фурлер Скрученную вот эту колбасу Кодзеро И вы будете В очень большой И неприятной ситуации Поэтому запомните всегда Кодзеро Так же как генакер Так же как спинакер Вы его всегда собирайте Пожалуйста После использования И он ставится Только на использование Это крайне важно На собственном опыте Было сделано много ошибок Пожалуйста Их не повторяйте Мы с вами идем По увеличению ветра Сначала у нас идут Самые на слабые ветра Самые большие Такие как генакер Спинакер И прочее Потом далее Ветер чуть-чуть становится сильнее Но все равно еще слабый Мы используем Кодзеро Далее Мы используем Гену Далее Мы используем Стандартное Парусное вооружение Далее Мы используем Стаксель Который меньше По площади И после того Как у нас уже Ветер такой Больше 35-40 узлов Мы используем Штормовой Стаксель Вот в такой Очередности Идут у нас Паруса По мере увеличения Ветра Ну что друзья С парусами Стало более-менее Понятно Я думаю Что я попытался Максимально просто Информативно Рассказать вам Как работают паруса Поэтому на этом Выпуск Подходит К концу Друзья Спасибо за то Что оставались с нами На нашем канале За то Что смотрите нас Дальше мы будем Вам рассказывать И показывать Что-то новое Что-то прикольное И что-то интересное Оставайтесь с нами Колокольчик Подписка на канал Проверили На кнопали Комменты Ну в общем Все Канал развивается И вы нам В этом помогаете Обнимаю Пока